Один из самых острых вопросов – дефицит мест в образовательных учреждениях. Проблема решается. Так, в конце прошлого года в районе открылись два новых детских сада – в самом Лазаревском и в поселке Волковка. Однако многие школы все еще работают в две смены, а их модернизация идет не так быстро, как хотелось бы. Например, в Верхней Беранде реконструкция школы периодически останавливается из-за сбоев финансирования. Лазаревцы попросили Константина Затулина разобраться и оказать содействие в решении вопроса. Помощь нужна и в решении проблем участников другой встречи – в санатории Гренада. У жителей те же вопросы – о падающих доходах, растущих ценах, занятости, медицине, капремонте. И этими проблемами, отмечает Затулин, нужно заниматься на федеральном уровне. Волнуют жители Лазаревского и проблема дорог. За их состоянием федеральное агентство следит. Однако плановый ремонт из года в год почему-то совпадает с курортным сезоном. Ни для такого не секрет, что уже много лет, как начинается у нас курортный сезон, начинается ремонт дорог. Начинает с горячего ключа и заканчивая въездной группой в Сочи. И это происходит почему-то всегда летом. Именно летом. Огромные пробки, вчера люди ко мне приехали, ехали от горячего ключа 6 часов. Это происходит каждый год. В итоге недовольны местные жители, раздраженные отдыхающие, под угрозой срыва, экскурсионные поездки. Кто бы чем не руководствовался, надо это управлять. Но сейчас, по всей вероятности, мы вряд ли что-нибудь в этом году сможем исправить, с учетом того, что мы уже вступили в активный курортный сезон. Но давайте попробуем разобраться с этим, применить на к будущему году, так, чтобы быть уверенным в том, что кроме постмажорных случаев, как в районе Катагавша и прочих населенных пунктов, где спал два дорога, плановые ремонты все-таки будут осуществлены не в курортный сезон, а в предшествующее время. Найти решение предстоит в еще одной дорожной теме – организации подвоза на частном транспорте к объектам показа. Например, для жителей аула Большой Кичмай, подвоз отдыхающих к водопадам на машинах повышенной проходимости – зачастую единственный способ заработать в курортный сезон. Однако, каждое лето они сталкиваются с проверками со стороны правоохранителей. Накануне в Кичмай вновь были стянуты силы ГИБДД и ОМОН. Такой подход кичмайцам показался чрезмерным. В течение года ничего не происходит, а ближе к курортному сезону, откуда ни возник, появляется или автоинспекция, или в данном случае уже ОМОН появился, для того, чтобы пресечь безобразие. Но давайте вместо того, чтобы пресекать безобразие, вовремя цивилизуем все эти виды туристических услуг, разберемся вовремя, чтобы не устраивать накануне курортного сезона показательные вот такие войсковые учения. Впрочем, у правоохранителей своя правда. Безопасность перевозок должна быть стопроцентной, а водители ее в полномерии не обеспечивают, передвигаясь вдоль реки. Компромиссное решение все же было найдено. По руслу реки машинам проезжать не разрешат, но есть альтернативный подъездной путь, который обследуют, и в случае положительного заключения разрешат использовать для подвоза туристов.